22 июня 1941 года Для меня очень памятный день. Во-первых, это мой день рождения. Мне исполнилось ровно 11 лет. Мы гуляли на улице и еще не знали о том, что началась война. Но заработали репродукторы, и мы слушали речь Молотова, которая объявила о начале войны. Мы мало что понимали тогда. Но что мне запомнилось в тот день? Рядом стоял мужчина, наверное, со своей женой. И он говорит, это великая трагедия. Я сегодня же иду в военкомат и уйду на фронт. А жена ему говорит, ты молодец, ты патриот. Этот факт мне запомнился на всю мою большую жизнь. Война была страшная, холод и голод. Мы учились в школе, но стремились в школе учиться хорошо, считая, что наша хорошая учеба как-то поможет победить врага. Педагоги, которые в школе работали, были прекрасными. Я вот до сих пор помню преподавателя химии, Ксения Тихоновна Черненко. Война. Реактивов нет на химии. Но не проходила ни одного урока, когда бы она не демонстрировала тот или иной реактив, реакцию какую-то химическую. У меня так хорошо запомнились ее уроки, причем не зубрежкой, а пониманием химии, что когда я поступил на первый курс нашего университета, мне на первом курсе неорганическая химия очень легко давалось. Я не могу забыть преподавателя истории, который в школе преподавал нам историю так прекрасно, что мы все и не только учителя этого любили, но и предмет его. Не случайно, когда я поступил в наш институт, я продолжал интересоваться историей и историей урологии. А когда с четвертого курса ввели в нашем институте преподавание истории и медицины, меня познакомили с заведующим кафедрой, и он меня пригласил работать на кафедру уже, когда я был студентом четвертого курса, ну, лаборантом на кафедре. И я готовил методические материалы для преподавания этого предмета. А педагогов почти не было. И как редчайшее исключение, будучи студентом шестого курса, я уже преподавал историю медицины студентам четвертого курса. Я не помню, чтобы студенты в нашем университете одновременно были и преподавателями. Я полюбил историю, не только историю медицины, но и историю урологии. У меня есть очень много работ. Есть монографии, посвященные истории нашей дисциплины. А это все со школы так осталось. И еще одно не могу не забыть. В школе на второй год начала войны был организован комитет, группа, ну так, шефство над семьями, которые получили тяжелое известие. Тогда она называлась похоронкой. Мы шефствовали над этими семьями, помогали им максимально, чем могли. Приглашали в школу, приглашали на наши концерты. У нас был прекрасный драм-кружок в школе. Ну а теперь День Победы. День Победы был величайший праздник. Я помню, мне 15 лет было, я помню, как почти все, не только женщины, даже мужчины, радовались и плакали. Это День Победы. И еще одно. На третий или четвертый день после объявления Победы по радио была передача. выступал врач, выпускник нашего института, который закончил за три или четыре года до начала войны наш институт. Во время войны он был на фронте. Он рассказывал, как он помогал раненым, сколько ранено было им вылечено и возвращено в строй. И вот тогда я решил, что я стану медиком, но обязательно поступлю в наш институт, первый медицинский, что я и сделал. Поступил в 49-м году в наш институт, закончил его, и вот до сих пор работаю в этом величайшем, высшем учебном заведении нашей страны. Что я помню в процессе обучения в институте? У нас была прекраснейшая дружба между всеми. На младших курсах уже были студенты, которые не воевали. На старших курсах учились студенты, которые принимали участие во время войны. Но они всегда приходили в группы студентов младшего курса и рассказывали, как они воевали, какая дружба была в армии. И до сих пор я все это прекрасно помню. Ну, а наши преподаватели в те годы тоже преподавали нам прекрасные вещи. Ну, допустим, вспомним лекторов, которые читали лекции. Они обязательно, когда о той или иной болезни говорили, вспоминали, как во время блокады люди страдали. Что такое было дистрофическое, элементарное, как мы говорим, дистрофия элементарная. И как это отражалось на течении всех болезней. Я никогда не забуду лекции профессора Тушинского, Михаила Дмитриевича, который преподавал на кафедре пропилевтики внутренней болезни. Ни одной лекции не было, которая бы проходила без демонстрации больных. И он всегда, или почти всегда говорил, что было во время войны, как это отражалось на здоровье людей. И как это продолжает отражаться в послевоенное время. Тяжелое было время. Но карточки уже отменили. Голода не было. Но время было тяжелое. А в группах в основном были студенты, которые со всего Советского Союза приехали. Меньше было ленинградцев. Но ленинградцы очень помогали всем студентам. Я никогда не забуду семью. Одну семью. В нашей группе занималась Аня Рыбак, отец которой на фронте погиб. А мать была врачом. И она приглашала два раза в месяц нашу группу на специальные обеды. Как бы сказать, она подкармливала нас. Подкармливала, потому что знала, что это тяжело. Как мы в группе дружили. Не дай Бог, что-нибудь случалось с любым студентом. Как мы помогали людям взаимным. Кроме профессора Тушинского, такие же прекрасные лекции с упоминанием об особенностях сечения болезни читали другие профессора. Вкусно, профессор Хвиливицкая, профессор Булатов, Пантелеймон Константинович, да и многие другие. Когда уже стал я профессором, я имел тесный контакт с тогдашним ректором Владимиром Алексеевичем Миняевым, который на работе почему-то не вспоминал о военных годах. Но когда мы встречались в неофициальной обстановке, он почти всегда вспоминал военные годы. Так что память о Великой Отечественной войне у меня осталась, несмотря на то, что непосредственное участие в этой войне я не принимал.